привет а теперь я этим роликом хочу ответить на вопрос тех кто мне постоянно пишет что я обличаю читеров ну как же они могут быть читерами если я их обгоняю то есть по их нему мнению лживому бы обманчивому или случайному или глупому раз они читеры скоростью завышенная то я всегда должен оставаться в заднице а вот этот читер просто подтверждение у него есть читы разные и если судьба так что вы убедитесь как я убедился только что но он отстает от меня по скорости потому что читы позволяет ему по прямой разгоняться быстрее однако по всей трассе он делает ошибки остается в жопе этот читер леонард какие у него читерские возможности видите если позволит конечно лучше всего это будет видно не сейчас да я я буду ехать за ним а может быть и сейчас если вы заметили его машина дергается во время движения то есть его читы делают такой баг при котором машина едет не гладко а как парализованная рыбками происходит не сервер и сама игра конечно не рассчитывать на скорость большую чем предположим сделать в игре программами естественно преувеличение скорости сервера и что такое прочее дает срывы и машина едет не гладко а и плавает и 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 Выстрелы не сработают. Но, как я говорю, смысл-то не в этом. Сейчас я хочу показать, я хотел показать вам на всех этих примерах, какой-то ужасный читер, не то, что он хороший игрок, а то, что у него читер на все случаи жизни. Раз вы увидели уже, что и джамп на ваших глазах не сработал, прерывание его выстрела не сработало, прямой нажатии, джамп, прекращение выстрела. Вы видели все рывки его и глюки на дороге, связанные с его читами. Теперь вы можете поверить мне, что я до этого играл с ним, и читер у него вся корода, однако он всегда остается в жопе. Хотя, рывковое его движение по трассе говорит о повышенной скорости, то есть читер у нас скорость, но если это медленнее, чем я, то есть я быстрее езжу. Это объясняется тем, что, как я уже сказал, это объясняется тем, что просто у вас плохо есть. И, как я уже и говорил, своим таким роликом я хотел дать ответ на вопрос тем, кто говорит, как же, или там как один чучело написал, если бы я поставил читер, я бы тебя везде делал, обгонял, а ты меня докал. Так вот этому чучело в ответ скажу, ты ездить не умеешь дружок, поэтому ты ездил с читами медленнее. Читер же не дают возможности, именно читер на скорости, но их возможности вписываться в поворот, не предостерегают от ошибок всякого рода. В общем, много чего читер не могут делать. Поэтому определенные умения управлять самым автомобилем в равном случае при любых читерах. Поэтому если кто ставит читер на скорости, это не значит, что он будет ездить быстрее всего. Если поставить две машины в бою, даже в равном случае, даже две полицейские, две гонсмарт-машины, то есть у него и у меня, поставить их рядом, и он будет с читами ехать. А я без, конечно, я догнать его не смогу. Но только по прямой. Игра же таким образом сделана, что когда я вот сейчас еду, и если я проеду правильный поворот, сейчас оставаясь на встречной полосе, ну, я сейчас не очень хорошо проехал, то у меня будет увеличена скорость нейтраса, и машина в дальнейшем пойдет быстрее. Поэтому получается иногда даже, что тот, кто неправильно управляет автомобилем, даже имея читы, и напрямую он едет быстрее, в процессе движения по всей трассе, за счет неумения управляться автомобилем, он едет медленно. Ну, я думаю, тут уже и показывать нечего, так как видно, что я просто еду вперед, а это чуть-чуть, просто где-то позади, со своими читами осталось. То есть это как показатель того, какая бы у вас не была повышенная скорость зашепчита, говорить о том, что вы не читер, потому что я вас догоняю, это в корне неверно. И это ответ всем каллурцам, которые упрекают меня в том, что я езжу в читер, с читерами, они не могут меня догнать, а значит, они не читают. Вот к этим роликом, на фоне этого плода, а он просто очень яркий представитель, не умея не играть. Другие же, конечно, при большем навыке, безусловно, при большем навыке, безусловно, будут ездить, и догонять, и обгонять меня, но это не показатель, что они пользуются, или не пользуются читы. Это показатель, если они меня догоняют, ну ничего, сам-то читер, никакой роли не играет. Вот, вы видели, как он подъехал к моей машине? Вот этот момент, то есть, машина проехала, по-моему, как шашку, берет ее, и пододвигает к машине. Если хотите, посмотрите еще раз. То есть, машина не ездит здесь, и таких читер, таких очень много. Все крутые читеры, которые скажут, как они круто ездят, они именно вот так задерживают вашу машину. То есть, она не задерживается, они берут ее, как шашку, и пододвигают к вашей машине. Вот это, кстати, у них хороший показатель. Если вы сомневаетесь, тут многие полудурки рассказывают, что они классные игроки, а именно вот таким образом они задерживают ваши машины. Они пододвигают машину свою, перекрывают вам дорогу, но эти их машины не ездят по направляющей их колес, и не придерживаются траектории, и нету машин тормозного кухини движения автомобиля. Они просто как шашки двигают своими машинами, они не играют вообще в гонки. И вот этот вот полудурок вот показатель именно как пример тупости этих игроков. Совершеннейший такой идиот. Он вообще ездить не умеет, как вы видите. Ну, то есть, ну, как-то двигается, и все. Но очень слабые навыки, но за счет читов он чувствует себя превосходно. То есть, дурачок совсем на дорогу логу, набрать. То есть, игры, как таковой, это вообще, это я езжу на машину, да, это я. Какой бы он ни был идиот, я стараюсь его подбить. То есть, ловлю его на дороге. Но это не машина, это все что угодно. Это тупок говна похоже. Машина, она как раз машина, она не ездит. Только вот частично, и все. В основном, она передвигается за счет читов. И, вот, видели? И это, вот то, что эти придурки-читы говорят, что это у них глюки. да, друзья, у вас глюки от вашей чечины. Поэтому, я и говорю, что эти глюки это средство именно взломок игры. Ну, вот, пример. И, зря вы обижаетесь, дешевые чатаки. Вы же, пиздец, какие уроды. Вы же, блядь, уроды эти за игру. Вы говно кладете здесь. Еще обижаетесь, орете и оскорбляетесь. Вы пидорасы. Вы говно. Вы лгуны. И ничтожество в игре. Вы играть не умеете. Запомните это. Пидрилы-читеры.